В конце февраля в России зарегистрировали еще одну вакцину против COVID-19, Кувивак. Ее разработал центр имени Чумакова РАН. Она стала третьей вакциной, которая разрешена к широкому применению в нашей стране после спутника ВИ от Ниц имени Гомолей и Эпивак Короны от центра Вектора. Все три вакцины сделаны на разных технологических платформах. Врачи смогут подобрать своим пациентам для прививки наиболее подходящую. Но коронавирус мутирует, и чем больше появляется его новых вариантов, тем чаще звучит вопрос о том, насколько эффективны уже разрешенные к применению вакцины. Вирусологи подчеркивают, что мутация коронавируса действительно новый вызов для исследователей, производителей вакцин, структур, которые дают разрешение на их применение и вообще всей системы здравоохранения. Однако имеющиеся сейчас возможности, заверяют специалисты, позволят с ним справиться. Президент Владимир Путин на встрече с главой медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой установил сроки, в которые Россия получит новейшую вакцину от коронавируса. Она будет действовать больше 10 лет, и аналогов ей пока нет ни у кого в мире, говорят вирусологи. Принцип действия препарата будет в корне отличаться от существующих вакцин. Это может быть особенно важно в случае, если коронавирус мутирует, так что нынешние способы борьбы с инфекцией станут бесполезными. И вот когда речь заходит о распространении вакцины, большинство людей задают один вопрос. Когда мне ее предложат? Несколько стран установили вполне конкретный график, но для остального мира все куда менее очевидно. Вообще около 4 миллионов россиян уже привились от коронавируса. Это чуть меньше 3% от всего населения страны. А вот как относятся к вакцинации хабаровщане? Это мы и хотим узнать сегодня. Мы спрашиваем вас, готовы ли вы привиться от коронавируса. И, собственно, у нас есть два варианта ответа. Да, это вот этот номер телефона для вас. Если вы уже привились, тоже отвечайте да. Или если вы не готовы, например, прививаться, то этот вариант для вас. Вот, пожалуйста, номер телефона 47392. Коллеги, вы как? Я присматриваюсь и думаю пока. Окончательного решения у меня еще нет. Полностью согласен с Людой. Пока я еще как-то вот опасаюсь, думаю, взвешиваю плюсы-минусы все. Я тоже взвешиваю плюсы-минусы, но я понимаю, что если вдруг, например, для того, чтобы выехать, отдыхать за границу, потребуют от нас справку о вакцинации, что ж придется, конечно, прививаться. Нам важно ваше мнение, звоните, итоги подведем в конце интервью. Эту важную тему обсудим с нашим гостем в студии Салават Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Хабаровского края по клинической фармакологии. Доброе утро. Слава Шайхаревич, доброе утро. Ну, у нас тема с вами в последнее время одна, важная. Мы часто с вами встречаемся именно по поводу этого, этой темы, да. По поводу вакцины. Так вот, недавно в нашей стране была зарегистрирована третья вакцина, да? Все три вакцины, чем они друг от друга отличаются? Ну, доброе утро. Действительно, скоро наши телезрители узнают просто все о вакцинах, о коронавирусе. Повлияет ли это на мотивы для вакцинации? Вот нам бы очень хотелось, чтобы они все-таки повлияли. Да. Так вот, что значит разные вакцины? Это разный механизм доставки в организм той субстанции, на которой будет формироваться иммунный ответ. В случае вакцины, которую разработали в центре имени Гамалея, это доставка на аденовирусах 26-го и 5-го серотипов, кусочка генетического материала, значит, коронавируса, который в клетке начинает синтезировать вот тот самый белок, симпатичный, который на всех картинках мы видим. Да. И вот этот белок, собственно говоря, наиболее стабильная часть коронавируса, и на него формируется иммунный ответ. Вакцина, которая создана учеными в центре «Вектор», там немного другой принцип. Там вносятся уже существующие белковые фракции, то есть белки, которые стабильнее всех остальных, это кусочки белков. Три таких вот фрагмента, и на это формируется ответ. И третье, вот совсем недавно зарегистрирована вакцина, это классическая вакцина, это лишенный активности вирус, убитый вирус. Значит, вот такими вакцинами человечество вакцинируется уже почти три сотни лет. А можно ли сказать, что какая-то из этих вакцин эффективнее? Вы знаете, это можно будет сказать только тогда, когда пройдет какое-то время, и люди с разными вакцинами попадут туда, в очаг заболевания, и мы увидим, кто заболел, кто не заболел. И на этом основании будем делать вывод, какая вакцина эффективнее. Сегодня это все предположение. Потому что мы с вами имеем довольно значительный опыт в нашей стране, во всяком случае, применение вакцины, которая создана в центре Гамалея. Народу известен под названием «Спутник Ви». Вы знаете, что интересно? Вот вы сказали классическая, например, есть вакцина. Вот какая из них безопасность? Может быть, та самая классическая? То есть я не говорю про эффективность, а про безопасность. Ведь да, вроде бы прошло огромное количество испытаний, но это ведь все быстро, о чем вы тоже говорили. Ну, если мы возьмем инструкции по применению препаратов, то там в самом начале инструкции и затем в середине инструкции есть выделенные абзацы, где написано, что да, эти препараты созданы и зарегистрированы по схемам, которые применяются в чрезвычайных условиях. Стояла перед учеными и перед управленцами дилемма. Быстро и, может быть, какой-то недоказанной частью эффективности и безопасности, либо медленно, по классической схеме, через 10-15 лет получить вакцину. Поэтому, конечно же, мы многие вещи не знаем. Но опыт, который уже сегодня есть, моделирование, которое проведено с использованием компьютерных технологий, позволяет считать, что эти вакцины максимально безопасны. Но если классическая вакцина, у нас есть опыт применения такого рода вакцины, мы говорим, вот видите, на протяжении трех столетий мы имели такие-то, такие-то побочные эффекты, которые вполне объяснимы. То, что мы вводим сегодня, мы говорим, что, скорее всего, скорее всего, они будут безопасны. И те побочные эффекты, которые мы видим, это же несущественные, скажем так. Боль в месте введения. Признаки начинающейся респираторной инфекции, что вполне логично, потому что спутник, что это такое? Это аденовирус, на который прицепили кусочек генетической информации. Значит, мы вирус вводим. Он, правда, лишен активности, но, тем не менее, это чужеродное вещество. И поэтому, конечно же, организм на него реагирует. Поэтому вот эти побочные эффекты, они несущественные, незначительные. И они встречаются не у всех. Вот есть люди, которые говорят, да я даже не заметил. А кто-то говорит, вы знаете, у меня была температура. Ну, температура день, два, три максимум. Поэтому с этим можно смириться. Тот, кто прививался от клещевого энцефалита, вот люди моего возраста помнят, какая была вакцина от клещевого энцефалита. Да и сегодня, после инъекции, пару дней, так сказать, ты чувствуешь то место, куда ввели. Как правило. А есть люди, которые абсолютно спокойно все это переносят. Поэтому говорить сегодня о долгосрочных перспективах можно только ориентируясь на заявления разработчиков. Они все-таки люди очень ответственные, специалисты в своем деле. А вот то, что касается каких-то незначительных, связанных именно с введением препарата и началом его действия, мы сегодня уже видим, и они действительно несущественны. Поэтому бояться в этом плане, я считаю, что бояться надо больше болезни самой. Вот если не привиться, то там последствия, мы это видим, мы это знаем. И в ближайшем окружении у каждого, наверное, есть такие примеры. Это значительно более рискованное дело. Поэтому вот мне кажется, что надо прививаться. И, Егор, мотив должен быть не поездка за пределы нашего государства. А многих, вы знаете, мотивируют именно это. Внутреннее состояние понимания рисков от вакцинации и понимания рисков от самой болезни. А вот хотят же еще принципиально новую вакцину разработать, которая будет долгоиграющей, которая привился и на лет 10 забыла вообще об этой болезни. Возможно ли вообще такое? Это вообще реально, да. Над этим работают вот три сотни лет. Как с тех пор, как появилась сама идея вакцинации. И, конечно же, хочется, чтобы один раз провакцинировался и на всю оставшуюся жизнь, чтобы эта вакцина работала. И заявления о том, что мы разработаем такую вакцину, они звучат во многих странах. Но в реальной практике все гораздо сложнее. Дело не в самой вакцине зачастую. Вот вакцину можно придумать новую, с новыми механизмами. А в реакции человеческого организма на введение вакцины. А там столько неизвестных, столько превходящих моментов. Я вот перед тем, как идти на эфир, вновь просматривал последние материалы, которые публикованы. И, конечно же, вирусологи, иммунологи, они выражают некое сомнение, что можно создать вакцину, которая будет длительно очень действовать. Дело в том, что мы не знаем, как будет мутировать вирус. Вот сейчас началась вакцинация, и мы увидим, как будет происходить селекция. И мутировавшие штаммы будут выживать. И мы увидим, какие они будут. Вот то, что сегодня средства массовой информации сообщают нам о британском, южноафриканском, значит, кенийский теперь еще появился. Это все варианты, которые вызывают опасения, но, скажем, каких-то существенных изменений не происходит пока. Но мы всего с вами живем год с вирусом. Ну что мы о нем знаем? Много, но не очень. Так что есть масса вопросов, которые не позволяют сегодня с уверенностью сказать, что такая вакцина завтра появится. Она, может быть, и появится, то есть нам заявят, а вот как она будет работать, это уравнение со многими неизвестными. В любом случае нужно время. Вот проходил у нас интерактив, да, Егор? Да, готовы ли вы привиться от коронавируса? И в итоге, пока шел наш опрос, 32% наших зрителей ответили, что да, готовы. 68% заявили о том, что нет, пока не готовы. Но что стоит отметить, что пока мы с вами беседовали, вот этот уровень с 30% готовности повысился до 32 на 2%. Я думаю, что вот такого рода передачи, они очень полезны. Мы должны людям спокойно, без ажиотации, объяснять, в чем преимущество вакцинации, какие есть риски, и стоит ли из-за этих рисков останавливаться. Вот сейчас такой период спокойствия, да, снижается заболеваемость, и мы уже не видим информации, которая напрягает тебя. И люди расслабляются. Ну, весна вообще такое время, когда умиротворение наступает. Поэтому не надо расслабляться в этой части. Надо подумать, и пока есть возможность спокойно, без очередей пройти вакцинацию, я думаю, что это было бы самое правильное решение. Салават Шевкович, большое вам спасибо за ответы на вопросы. На студии был Салават Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Хабаровского края по клинической фармакологии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!